Всем привет дорогие подписчики из телеканала Сместного Зарбаба и мы продолжаем проходить игру с Disfactory. Субтитры сделал DimaTorzok Обновление Кварц и Сера. Обновление было такое, знаете, ранний доступ в раннем доступе и его получили изначально не все, но буквально получается вчера, наверное, вышло официально обновление игры и где добавили уже Кварц и Серу. Я провел некоторые исследования Кварц и Сер здесь, чтобы открыть начальное предприятие и мы с вами продолжим. Но для начала я хочу вас познакомить с новой базой, абсолютно новой, все саново переделанной. Начнем, наверное, с правой части. Я здесь поставил на верхотуре вот такую вот свою базу. Здесь у меня две вышечки для того, чтобы посмотреть налево там производство и направо. Здесь у меня своя, так сказать, сеть электростанций. Здесь, как вы видите, у меня располагаются вот там далеко угольные, потом по топливные генераторы. Проблемы сейчас мы пока испытываем с нефтью. Ее маловато. Хоть там у нас и работают три нефтяных насоса, но 240 получается сырой нефти в минуту, это маловато. Но у меня сейчас нет энергии червей, их надо будет добывать. Мы их будем добывать, но попозже. Здесь располагаются заводы, которые производят все из сырой нефти, то есть это пластик и резина. Все это дело по... получается по три, да, но немножко еще добавлен один пластик, потому что не хватало. Пластиков не хватало на все предприятие. У меня работают только два трактора, перевозят, потому что более крупная техника сейчас не нужна, потому что трактор забирает абсолютно все то, что там успевает производиться. Но пока этого мало. По высокоскоростной проволоке то же самое, ее там тоже не хватает. Но, как вы знаете, там у нас источник этой руды, он закрыт. Но мы с вами уже разблокировали серу и сможем потом делать с вами взрывчатки. Ну а теперь давайте, наверное, с вас... Кстати, здесь у меня располагается, получается, заводы, которые добывают уголь. Там два их. Один завод, который... вернее, тоже два завода, которые добывают уголь. Везут его вот сюда вот по цепочке на предприятие. Один завод, значит, с железом и один завод с медью. Вернее, добытчики. Ну и плюс еще и... Известняк. Дальше. Идем с вами теперь уже в эту часть. И я вас буду знакомить с предприятиями, что у меня тут уже творится. Самое, что очень было обидно, это, опять-таки, почти все вот это вот дело... Ну ладно, сейчас сначала покажу. Вот в этой части у меня располагаются предприятия, которые делают все из меди. Там у меня располагается еще один бурильщик. И сюда он тащит по конвейерам медь. Я не стал делать технику, потому что путь очень корявый, извилистый, и там тяжело будет возить с помощью тракторов, поэтому я сделал конвейерами. Делается все это вот здесь вот. Куча у меня в ряд стоят плавилинь, потом идут конструкторы, ну и так по цепочке, по цепочке, по цепочке и пошли. Вот в этой части я решил делать свою базу, потому что здесь у нас получается водоем. И спокойно можно будет более-менее прямой участок делать, и это все классно. Там у меня располагаются плавильни и конструкторы, которые делают все из железа. Буквально в той стороне я нашел очень хорошее месторождение, аж целых пять залежей. При том, что три из них чистейшие, то есть они добывают в два раза больше с помощью бурильщика второго уровня. Так, бурильщик второго уровня добывает 120 единиц в минуту, а этот добывает 240. И таких у меня три. Все это у меня там возится, все это с помощью конвейеров, опять-таки, потому что техникой неудобно там возить, потому что железа требуется много. И все это располагается по железу именно здесь. Здесь медь и стальные слитки, плюс еще цемент. Ну вот как-то так. Теперь, представьте, все вот это уже почти было готово, а потом у меня накрывается операционная система и компьютер больше не включается. Экран смерти. Но, я перестанавливаюсь в это дело, опять-таки, надеясь на облачные сохранения в Epic Store, меня все-таки кидает и нет никаких облачных сохранений. Ничего нет. То есть, все сохранения, которые у меня были, они просто навсего абсолютно слетели. И мне все вот это вот все абсолютно пришлось делать заново. То есть, с высадки. Благо, я признался в том же месте, где мы с вами начинали прохождение. И все с самого абсолютно начала, каждый миллиметр, каждый сантиметр, все это выстраивать, опять-таки, это ушло очень много времени. Я занимался весь апрель этим делом. Поэтому, в принципе, благо, официальное обновление вышло позже. Теперь по обновлениям, что у нас вышло. Если кто не знает, я расскажу. Самое, что интересное и что самое классное, это они добавили в инвентаре, возможно, установки до пяти теперь предметов, потому что я прокачал улучшение. И я теперь могу здесь поставить целых пять предметов. И с помощью колесика мыши я могу все это дело выбирать. Это катастрофически очень удобно и за это им большой респект. Но, опять-таки, есть но. Я не понимаю, почему на тело я могу, опять-таки, только выбирать. Либо маску, либо парашют, либо ноги, либо реактивный ранец. Как это все связано? Объясните мне. Реактивный ранец и маска. Почему я не могу поставить сюда маску на спину, реактивный ранец, на ноги, допустим, тот же, получается, этот экзоскелет. Возможно, в дальнейших обновлениях все это поправят и все это сделают. С руками все это сделали хорошо, осталось теперь только для тела все это добавить, и все будет шикарно. Плюс у нас появилось слева внизу, вы видите, у меня установлен 6 реактивный ранец, и я вижу, сколько у меня сейчас есть бензина для этого. То есть, полоска она была, но вот количества в инвентаре бензина не было. Это очень удобно. По крайней мере, я могу понимать, насколько у меня все это расходуется. В общем, все показал. Теперь давайте идем по обновлениям, которые сейчас мне с вами доступны. На этого чеховчика не смотрите, это мой второй персонаж, который появляется, когда игра находится не в сети, когда нет интернета, какие-то проблемы с сетью. Тогда появляется наш друг, помощники, нас вручает. В общем, что у нас добавилось? Самая крутая вещь, которая добавилась, это, дорогие друзья мои, лифты. Это просто офигительно классная вещь. И я вам покажу пример, я уже построил одну веточку, посмотреть, как это все дело работает. Это просто очень классно. Вот за это им тоже респект, этого реально не хватало. Потому что, когда ты получаешь какой-то ресурс, то ли из плавильни, то ли со склада, то ты делаешь вот такие вот завихрения. Снижения, и для того, чтобы можно было здесь спокойно пробегать. Теперь этого делать не нужно. Благодаря вот этим лифтам мы все делаем вплотную. Это просто катастрофически помогает нам сократить вот эти лишние постройки, сразу поставив в нужном месте этот лифт. И вот эти вот снижения, эти вот углы, не надо ничего этого выстраивать. А поставил лифт. И выставил нужную высоту. Все. Все. Такая же скорость, как и у каверных лент. 60, 120, 270, и у меня сейчас доступно 480. То же самое. Из тех же самых материалов, только здесь один требуется, а здесь два. То есть в два раза больше. Но это круто. Плюс поменялся внешний вид развитителей и соединителей. И плюс в больших складах доступны теперь два места ввода и вывода. Это тоже, в принципе, удобно. Таким образом мы можем забирать с одного склада сразу, допустим, на два ресурса. То есть все это с двух в один склад затаскивать, а потом из этого склада, допустим, на одно предприятие тащить, либо на два предприятия, если хватает одного конструктора, допустим, того же самого. Это тоже круто. Вроде все я рассказал. Теперь давайте займемся тем, что у нас сейчас доступно. Это кварц, это сера. Сера, наверное, в этой с вами серии не будем делать, заниматься. А пока займемся только конкретным кварцем. Сейчас я там уже начал улучшение, ответвление. И нам нужно будет с вами построить для дальнейшего развития какие-то там кварцевые эти. Ну, в общем, сейчас покажу. Забык, как они называются. Чтобы дальше нам улучшение построить, развиваться, требуется кварцевых осцилляторов. Их требуется 10 штук. У меня пока в наличии только всего лишь 2. Потому что для его постройки требуется укрепленная пластина, кабель и, соответственно, сам очищенный уже кварц, кварцевый кристалл. Я нашел 2 месторождения кварца. Они находятся вот на этой горе. Вот прям там. И при том они, насколько я помню, чистого месторождения. Чистые месторождения. Это очень круто. Осталось только придумать, как мы с вами будем это дело добывать. Я так думаю, наверное, там поставим 2 добытчика. И с помощью конвейерных лента спустим все это дело вниз. Ну и где-то... А, где-то не получится. Потому что нам требуется... Для того, чтобы осциллятор делать, требуется кабель и укрепленные пластины. Вопрос, конечно, интересный. Ладно, подумаем. Подумаем. Что нам дальше надо будет для открытия? У меня сейчас стоит нынешняя цель. Это арматурно-дробовое ружье. Я его получил с помощью кишков этих инопланетных созданий. Они тоже... Появилась возможность их изучить. И я их изучил. Теперь нам нужно с вами получить сейчас 50 рамок, 50 двигателей и 3000 проволоки. Вроде как все это у меня сейчас в наличии есть. Давайте, наверное, сейчас быстренько просто спрыгнем. Да и все. Сейчас это дело соберем. И... Добавим. Так, есть здесь излишек? Здесь нет, к сожалению. А здесь... А вот здесь есть. Так, 3000, да? 500, 1000, полторы, две, две с половиной, три. Окей. Добавили. Теперь надо будет укрепленные пластины и двигатели. Ой, эти рамки и двигатели. Рамки у меня 40 штук есть. Сейчас попробуем добавить десяточку, если получится. Есть, нет, возьмем 50 и эти 40 добавим. Да, есть возможность добавить. Окей. 50 есть. Теперь двигатели. У меня сейчас везде производство работает на 100% без простоев. Есть только вот проблемы сейчас с нефтью еще есть. А так, в принципе, все нормально. Значит, 50 я забираю, 18 я выкладываю. Окей. Ну и давайте все это дело улучшим. Улучшим, отправим, сразу, наверное, произведем. И посмотрим, что это у нас с вами за оружие. То, что у нас есть сейчас оружие, оно стреляет только одним болтом. Как будет вести себя новая оружка, это будет интересно посмотреть. Где-то я читал в ВКонтакте, что эти боеприпасы не подходят к новому оружию. Не знаю, может какой-то глюк был. Сейчас проверим все это дело, потому что там боеприпасов нет. Только оружие и биомасса. Так, двигатели, рамки и проволока. Отлично. Арматурное дубовое ружье у нас готово. Давайте на него посмотрим, где оно у нас. Вот. Аж целых два таких оружия требуется. Нифига себе. Плюс еще винты. Так, а до тебя требуется что? Опять-таки, стержни, да, и винты. Добавим сюда. И добавим вот сюда. Потому что этот у меня есть. Я его сейчас выложу. Тихо. Ну вот, начинаем с проблемы с электричеством. Все, в принципе, логично. Все, в принципе, логично. Так, для того, чтобы все это дело дальше работало, надо будет сейчас... Здесь кабель перережем. Потому что не хватает. Не хватает. Проблемы с нефтью. И у нас перебои. К сожалению, я поставил, кстати, уже два... Две генератора на геотермальный источник. Один здесь, друг у меня располагается там. Но, к сожалению, пока недоступно улучшение с помощью червей. Энергочервей. То есть, на все другие генераторы я могу поставить. А вот на геотермальные источники, к сожалению, я улучшить их не могу. Возможно, потом все это дело добавят. Так, нам сейчас, получается, надо будет взять винтов и железных прутев. У меня тут есть излишки железных прутев. Надо которые здесь до конца добрать. Так, здесь у нас пластины лишние валяются, пока они не нужны. А вот у нас прутья есть. Ну и плюс еще, соответственно, болты. Болты, винты, как хотите называть их. Так, излишки есть? Излишки есть. Замечательно. Так, все-все хватает. Возвращаемся. Не хватает у меня, получается, электропитания на все запитать. Но у нас сейчас еще появится еще два, как минимум, этих добытчика. И плюс еще конструктор, который будет делать, очищать кварц. Потому что там у нас кварц неочищенный, потом получаем очищенный кварц, а уже потом из него можно будет все остальное делать. Опять-таки надо будет думать, куда его нам с вами тащить. Потому что нам нужен будет еще кабель и укрепленные пластины. Так, нам вот сюда. Делаем арматурный пистолет. И арматурно-дробовое ружье. И надо бы сказать, еще одно арматурно-дробовое ружье сделать для запаса. Если вдруг где-то помрем, то вторым персонажем можно будет дойти и все это дело взять. На всякий случай пусть оно все это дело будет. Правда, мне сейчас не хватит винтиков. Ну да ладно, винтики потом сделаем. Ну и где дробовое ружье? Поставили. Да, боеприпасов для него нет, к сожалению. Что как бы очень странно. Спиральная арматура. Она у меня есть. Но она не подходит к этому ружью. И вообще непонятно, почему так. Ноль пишется. Но у меня ничего нет. Спиральная арматура и все. Странно. Действительно очень странно, почему нет боеприпасов. Они что, как-то появляются отдельно? Что за бред? Ну вот их нет, да. Боеприпасов этих нет. Непонятно, нафига тогда нам нужно это ружье, если боеприпасы к нему не подходят. Ладненько. У нас там все это дело сейчас работает. Давайте все это дело подключать. 2350. Я думаю, нам, конечно, желательно бы поискать еще один геотермальный источник. Чтобы его запитать. Ну, только где его искать? Там я уже, кстати, запитал. Вот здесь. 1284 метра. Ну, давайте отправляться туда. У меня, кстати, здесь располагается гараж. Вот как раз еще одно место для новой машинки, которая пока у нас еще не построена. Не хватает у меня материалов для нее. Но обязательно мы это целое дело построим. Пока поедем, наверное, все-таки на тракторе. Так, у тебя как тут с топливом? Хватает? Не особо много. Но надо подзаправиться. Хватает ли мне все сейчас для геотермальной электростанции? Вот что меня волнует. Нет, мне нужен, получается, резина. Мне нужен кабель. Мне нужны компьютеры. Мне нужны укрепленные рамки. Значит, резина, кабель, компьютеры и рамки. Плюс еще нужно будет сейчас топливо заиметь. Так, это, наверное, я выложу двоечку. Ну и покатаемся по базе. Потому что бегать уже надоедает. Очень много. Ну вот, начинается. Опять-таки. Опять-таки начинается. Значит, пока снесем все этот кабель. И пусть все это дело работает. Если это дело работать не будет, то у нас проблема будет с нефтью. Надо глянуть, что у нас не хватает. Топлива проблема или все-таки с углем? Так, нам нужен будет кабель. Суперкомпьютеры и укрепленные рамки. Где-то у меня здесь были излишки кабеля. Нет, здесь нет кабеля. Серьезно? Здесь, может, есть излишки? И здесь нет излишек. Вы серьезно издеваетесь? Опа. А у нас-то проблемки. Кабеля-то нет. Кабеля нет. Значит, берем туда, получается, проволоку и... Может, кстати, здесь есть? Нет, здесь тоже пусто. Тоже пусто. Тогда берем чисто проволоку. И быстренько из нее сделаем кабель. Да, вот так вот не хватает, получается. Нужно решать сначала проблему с электропитанием, а потом уже все дальше решать. Новое производство, все остальное. Так, сотка кабеля у нас есть. Я, наверное, вот эту вот проволоку всю использую. А новую тратить не буду. В бухту. По-моему, этого должно хватить, этой проволоки. На всякий случай сейчас еще раз глянем. Ну, давай, используем, ладно. Так и быть. Да, хватит, отлично. Теперь поехали за суперкомпьютерами и за рамками. Я потом здесь буду за кадром все это дело переделывать. С конвейерами, лентами, с помощью лифтов. Потому что в записи это делать очень долго. Это не очень удобно. Так, забираешь компьютеры. И где-то здесь есть укрепленные рамки. Окей. Все, теперь можно спокойно будет ехать. На прокладку кабеля у меня все должно хватить. Так что все должно быть нормально. Да, и кстати, кстати говоря, забыл. Здесь добавилась еще карта. Вот таких она вот масштабов. Вот таких она вот масштабов. Не знаю, полностью ли она вот так вот будет, эта карта, на весь экран. Но вот то, что у нас просветленное, это там, где я уже побывал. Здесь я поставил, кстати, маячок, что здесь располагается, сера. Где-то вот здесь вот в этих местах располагается кварц. И где-то здесь есть, получается, геотермальный источник один. Геотермальный источник, кстати, где-то был вот здесь. И где-то еще, по идее, вот... Вот где-то здесь должен быть еще один. Но он далековато располагается. Ладно. Будем тоже его подключать. Потому что мне нужно электроэнергии побольше. Пока у нас постоянно перебои. И, скорее всего, это связано с тем, что не хватает нефти. Нам нужны энергослизни для того, чтобы увеличить производство нефтяных насосов. В два раза. Нефть вроде как бы идет. Но она идет с такими перебоями. И непонятно, есть ли топливо. Но, походу, топлива я не вижу, да. Хотя здесь вроде как оно есть. Так, ну излишек, получается, все равно. Но у меня нет. Это однозначно. И вот, да, этого не хватает. Дело на... ...генераторы. Топлива реально не хватает. Я, наверное, сейчас... У меня тут есть один червяк. Угля все равно хватает много. Добавлю, наверное, сколько у меня, кстати, здесь электроэнергии. Мощность 2350 мегаватт сейчас. Но... ...постоянно все это дело падает. Добавлю одного. Если что, потом заберу. Но это, правда, не особо много поднимет. Поэтому на это все дело сильно не рассчитываем. Теперь, когда у нас с вами будет серо, мы с вами вот эти вот валуны уже сможем, ну, разбивать с помощью взрывчатки и добывать червей и всего остальное. Я думаю, что там у нас спрятаны также проходы, которые у нас в той пещере есть. Его надо бы тоже открыть. Потому что где-то там точно есть червяк. Так, ну давай показывай. Гейзер где. Туда. Поехали туда. Я тут только, по-моему, не взял с собой маску. Если вдруг там... ...газ есть. Что еще самое непонятное, да, то когда у меня находится маска, и я когда еду на тракторе, то я все равно получаю урон. Да, здесь газ. А маску с собой я не взял, я молодец. Так, ну а здесь я не проеду. Ладно, просто как-то так проезжать. Ладно, пока. Ладно, ладно. Где-то, по идее, здесь должен быть геотермальный источник. А, кстати, наверное, скорее всего, я помню где. Когда я тут искал червей, то я как раз на него нарвался. Да ладно, целых два, что ли? Серьезно? Если так, то это будет здорово. Опа! А я вижу червячка. Круто! В принципе, можно будет его забрать. И увеличить производство нефти. Где-то, получается, здесь. Вон они, два. Смогу ли здесь проехать? Да, смогу, отлично. Поехали туда. Два это круто. Я могу поставить два. У меня хватит ресурсов на два. Так, ну не очень приятно здесь соседям. Так, ну один есть, а где второй-то? А, вон там он располагается. Ну, попробуем туда поставить. Дотянешься? Не понял, где он. А, он сзади. Ну ладно, избавимся от этих вот созданий. Давай. Нападай. Минус один. А, тварь. Отлично пойдет. Так, с тебя это я заберу. Он высоко, что ли, располагается? Так. Что это было? А, это падение было? Ладно, хорошо приду защищать и здесь всех. Так, где у меня катушка? Вон катушка располагается. В ту часть я будем выводить. И второй вот сюда. Так, этого товарища можно, в принципе, не трогать. Да, нам, кстати, надо будет еще забрать там червяка обязательно. Обязательно. Так, сколько у нас получается? 400 мегаватт. Это неплохо. Это неплохо. Достанешь? Достанет. Все, отлично. Теперь надо бы туда ехать. Там всех уничтожить. Забрать червяка. И дальше будем прокладывать проволоку. Возможно, потом потребуется еще геотермальный источник. Обязательный для всего нашего дела. Они по-любому понадобятся. Пока у нас нет нового вида энергии. А новый вид, это, скорее всего, какая-нибудь, не знаю, атомная электростанция типа того. Так, это я, пожалуй, возьму. Не туда. Жалко, но арматура в этом деле еще помогает. Начинается они тут разлетать. Опа! Ну вот. Начинают справиться сами, как всегда. Игра начинает виснуть и начинает фризить. Это просто какой-то кошмар. Пойдет. Ну, кто первый? От зараза. Отлично. Ну? Ай, здорово, молодец. Предлагаешь мне здесь строить, да, здесь? Теперь лестницу поставить. Тебе надо будет, да? Я не могу здесь без фундамента ничего поставить. Здорово. Окей. Разбираем и тащим кабель. Кстати, здесь еще грибок есть. Главное, чтобы у меня хватило бензина доехать, блин. До базы потом. Так, отлично. Отлично. Отбираем ресурсы. То есть получается, где-то здесь мог бы, блин, проехать, но я поехал по другому пути. Ну, не страшно. Зато покатались. Аж целых два геотермальных источника нашли. Это здорово. Это реально очень здорово. Вот, жалко, что на карте не помечаются мои здания. Ну, по крайней мере, те, которые находятся далеко. А еще было бы классно, если был бы какой-нибудь, я не знаю, там, типа телепорта, чтобы можно было перемещаться в отдаленные места. Слишком далеко. Когда катаешься по миру, то, блин, игра начинает очень сильно фрезить. Ну, это, в принципе, нормально. Это ранний доступ. Все это потом будет поправляться, но поправляться-то будет еще долго на самом этаже ждать делом. Так, далеко. Не мешает ничего? Не мешает. Давайте я где-нибудь здесь попробую соединиться. Так, куда, правда, тащить? Может, лучше туда потащить? Достанет, не достанет? Не, не достает. Ладно, сбегаем. А, тут, кстати, можно будет подключиться. Все отлично. Ладно, поставим здесь столб. Замечательно. 2,700 получается. 2,700. Сейчас 2,700. Либо отправиться еще на поиски геотермального источника. Потому что нам по-любому надо будет еще больше энергии перекрыть на всякий случай возможность потери из-за нехватки топлива. Но это уже будет где-то примерно вот здесь, вот, в этой части. Хотя уже время очень много прошло. Надо будет заканчивать серию сейчас уже. Там где-то у меня уже стоит геотермальная станция. Вон она стоит. Вот в этой части. Где-то еще есть. Но пока показал то, что я уже подключил. Ясно. Где-то, значит, там надо будет ехать. Подключать. Кстати, недалеко от того генератора располагается месторождение серы. И вот серу, скорее всего, мы с вами будем возить, наверное, с помощью тракторов. Там более-менее, по-моему, дорога нормальная. Так что эти проблемы с нехваткой с производством серы мы будем именно тракторами делать, а не конвейерами. Да, не хватает, не хватает. Надо решать проблему именно... Кстати, проблему решать надо сейчас забрать здесь энергоячейку и смотаемся под ключем. Ну, забери, пожалуйста. Спасибо. Просто с угольных генераторов особо много ты здесь не выиграешь. Электроэнергия. Там у нас как раз три месторождения, и все три месторождения используют... Мы там добываем нефть. Все три нефтенасоса там стоят, все добывают. Но из-за того, что там два очень слабых ресурса, то есть второго уровня насос, вернее, не второго, но первого уровня, он добывает всего лишь 60. А есть одно хорошее месторождение, там 120. О-о-о, начинает фризить. Начинает все дела-то фризить. Вот у нас пока еще нет второго уровня насосов. А, ну здесь импюр, то есть это слабое месторождение. Импюр это слабое месторождение, а вот здесь, по-моему, у нас располагается нормал, и поэтому здесь добыча идет 120 в минуту. Да, здесь нормал. Хотя до обновления здесь было все наоборот. Здесь, по-моему, все три месторождения были нормал. Вот как-то так. Ладно, мы сейчас тогда с вами вот эту вот часть улучшим. Хотя давай подумаем. Если мы здесь улучшим, здесь будет 120, а если улучшим здесь, то здесь будет 240. Лучше это улучшить. Лучше это улучшить. 240. На конвейерную ленту обновлений мне хватит, в принципе. О, давай-давай, без всяких зависаний, пожалуйста. Раз. Раз. Два. 240. Ну и оптимизация конвейерной ленты. 240. 60. 300. И еще 60. 360. Значит, надо будет здесь... Сейчас это дело тоже улучшить, потому что не будет хватать. Так, ну вот он загружает то, что успевает. То есть, это получается 650 бочек. 650. А сколько у нас сейчас будет? Он уехал. Ждем. Ладно, уже подождем до конца серии. Это осталось немножечко и как раз посмотрим, сколько будет теперь он загружать. Тысяча. Замечательно. Если в два раза прям получше, это будет классно. Тысяча. 1100. 1100 у нас. И как бы больше он не грузит. Там даже больше получилось. И сколько получилось? 1020. Ну, неплохо. Неплохо. Это очень хорошо. Надо будет потом еще взять этих червяков и... В принципе, увеличим здесь производство. Как раз у нас есть булыжники, где находятся червяки. По крайней мере, два точно еще есть. А дальше потом будем с вами искать. Ну что ж, на сегодня все. Продолжим с вами уже в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарабабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok